МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Вести экономика сообщают. Торговая война нанесла существенный удар по экономике Китая. Рост ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении составил всего 6,2%. Это самый слабый рост с момента начала ведения статистики с 1992 года. С другой стороны, некоторые индикаторы указывают на то, что Пекин, возможно, наконец-то восстанавливает контроль над ситуацией после нескольких крупнейших кредитных инъекций за всю историю. Эксперты уверены, что власти Поднебесной продолжат активное стимулирование своей экономики. Президент Казахстана Касым Жамар-Такаев напомнил, что акция по погашению кредитов и списанию штрафов и пени является одноразовой, передает TNG News KZ. Мое поручение относительно снижения долговой нагрузки в отношении только тех граждан, которые не платежеспособны. Текущая работа, как она делается, поинтересовался Такаев сегодня на расширенном заседании правительства. Председатель Нацбанка Ербалат Досаев ответил, что до конца июля будут предварительно подписаны договоры между банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и фондом проблемных кредитов. До 1 сентября необходимые выплаты будут завершены в сторону банков, а по штрафам и пеням работа завершится до 1 августа, ответил Досаев. Касым Жамар-Такаев подчеркнул, акция одноразовая, но то, что мы объявили, должны выполнить в срок и качественно, поручил Такаев. Кастак сообщает, правительство заявило о росте реальных доходов казахстанцев на 5,5% за 6 месяцев 2019 года. Среднемесячная зарплата увеличилась на 9%, реальные доходы населения на 5,5%. До 4,8% снизился уровень безработицы, сообщили сегодня в пресс-службе премьер-министра Казахстана. Программисты зарабатывают в два раза больше других казахстанцев, передает Tengri News KZ со ссылкой на Финпром. Спрос на услуги в этом секторе растет шестой год подряд. Средняя заработная плата специалистов по компьютерному программированию по итогам первого квартала текущего года составила 343 тысячи тенге. Более того, если рост покупательской способности зарплат в целом по стране составил лишь 5,2%, то в этом секторе он достиг сразу 9,8%. Реа новости сообщают. Глава НАСА Джим Бранденстайн в интервью CBS рассказал, почему американские космонавты не смогли вернуться на Луну. По его словам, это связано с политическими рисками, под которыми он подразумевает недостаточное финансирование космических проектов. «Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы были бы уже и на Марсе», – сказал Бранденстайн. Он также отметил, что в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х НАСА пыталась вернуться на Луну и высадиться на Марсе. Однако обе программы потребовали слишком длительной подготовки и больших финансовых затрат. При этом он отметил, что по этим же причинам США рискуют не высадиться на Марс и в 2024 году, несмотря на то, что такую задачу поставил президент Дональд Трамп. Реа новости сообщают. Организаторы соревнований «Старатели» намерены добиваться возбуждения уголовного дела против одного из участников, который якобы пытался получить приз на состязании, нечестно намыв золото, а положив уже готовое. Фестиваль «Старательский фарт» проводят в Магадане уже в пятый раз. Участники моют золото лотком из обогащенного золотоносного песка, а намывший максимум золота за 15 минут участник получает приз в 1 миллион рублей. В жюри заявили, что один из участников пытался сжульничать, подложив готового золота в свой лоток. Мы сразу поняли, что это золото с другого месторождения, оно другое по фактуре и внешнему виду. Но сейчас дожидаемся результатов официальной экспертизы. И будем обращаться в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела. Статья о покушении на мошенничество здесь вполне уместна, а это до пяти лет лишения свободы, сказали в Оргкомитете. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова